Привет всем любителям отдыха на природе, также рыбакам и охотникам, подводным охотникам. В предыдущих роликах мы посмотрели с вами про средства для стирки одежды фирмы Nikvox, также пропитку для куртки мембранной, для штанов, для перчаток, для тентов, палаток, а сейчас посмотрим про уход за обувью туристической, ну и обувь или повседневной носки. Как мы знаем, что обувь у нас существует из набука или замши и из глянцевой кожи гладкой. Так же саму фирма Nikvox, она представляет собой средства для любого вида обуви, это обувь средства для замши, для грубой замши, то есть ворсистой, картинки нарисованы на принципе, то есть в виде спрея. Средства для ухода за набуком в виде спрея с пылителем и в виде такой вот баночки с губкой для нанесения на ткань. Это одинаковые средства, только способ нанесения их разный. Кто-то любит спрей, кто-то любит, разницы в принципе никакой. И средства для гладкой кожи. Это в первую очередь средства для глянцевой кожи коричневая и черная. С вот таким вот губочкой, то есть там клапанок есть, мы нажимаем и растираем очень удобно, то есть не надо никаких щеток, все сразу в комплекте. То есть щетка есть для коричневой и черной кожи, а также два средства для, первое это бесцветное, то есть для любой кожи, как для черной, так и для коричневой подходит оно, ну и либо другой цвет кожи, там синий, фиолетовый, желтый, красный, то есть она не красит, а именно только придает блеск и водоотталкивающее свойство. Также все эти и средства для гладкой кожи, для старой кожи, либо грубой кожи, то есть чем оно отличается от обычного средства, тем что допустим грубая кожа, либо старая кожа, уже ботинки внешние уже поношенные, они грубеют со временем, то есть трещинки какие-то микро появляются, где-то на солнце там пересохли, возле костра пересушили со временем, то есть ну имеют свойство старей, для того чтобы размягчить эту кожу, чтобы она придать ей более носибельный вид и еще послужила вам, используется вот такое вот средство. В принципе оно такое же бесцветное, как это, но оно в отличие от этого размягчает кожу, то есть вот таким вот образом. То есть вся линейка обуви, которая существует, она ухватывается этими средствами, набук, самша, кожа, вся она применяется для мембранной обуви, соответственно она, мембрана, остается у мембраны дышимые свойства, то есть она не забивает в отличие от восков, либо другого жира. Ну и предназначена в первую очередь для туристической обуви, а также для хорошей обуви повседневной носки. Сейчас давайте посмотрим с вами как же она работает, как она наносится на обувь, ну и какие свойства потом, после ухода мы получим. Попробуем сейчас обработать, точнее покажем как это средство работает и как им нужно обрабатывать туристическую обувь допустим из набука. Я взял свой ботинок туристический, это высокогорье, такой вот оборот фирмы Тризетто, обувь с мембраной, тут есть мембранка OutDry, обувь где-то год отроду, то есть выглядели она неплохо, но ее нужно обработать, потому что со временем, когда вы купили обувь, она работает отлично, со временем начинает набук, от намокания снега, от дождя, как будто его впитывает в себя влагу, такой темнеец, ну всем знакомо вот это вот когда. Для этого, чтобы это не происходило, чтобы мембрана дышала хорошо, нам нужно его обработать, чтобы вода скатывалась с него, то есть не приставала к ней вода, в то же время, чтобы мембрана дышала. Для этого мы используем, поскольку это гладкий набук, вот такое распрыскиватель. Для того, чтобы нанести, мы хорошо взбалтаем, хорошо взболтали средство, затем берем нашу обувь и на расстоянии там 15-20 сантиметров, начинаем тонким слоем наносить ее, хорошенько наносим вот в этих областях возле подошвы, то есть оно покрывается такими вот капельками. Средство на водной основе, потому оно безвредно для кожи 100%. Не забываем язычок обработать, задник, где брызги летят. Вот таким вот образом. Даем постоять так обуви минут 5-10, а потом берем обычную салфеточку либо тряпочку какую-то и излишки средства, как собственно на куртке, как и на все остальное, мы убираем, впитываем эту тряпочку. Даем обуви высохнуть, с вами потом посмотрим, как она будет работать после обработки. В следующем нашем тесте обзоре я взял свой убитый кроссовок, ему уже года 4-5. Ну, состояние у него довольно-таки такое плачевненькое уже, но мне не нравится, хожу у них постоянно в лес. То есть так вот. Ну, видим, что это не сделано из набука, из такого ворсистого, скажем, набука. Для этого, чтобы обработать такие кроссовочки, нам пригодится вот такое вот средство. Видим, никрус для водоотталкивающей сплей для всех типов замшевой обуви набука, оно годится. А именно, то есть ворсистые. Это вот так же самым мы берем обувь, предвиделем мы чистим ее от грязи, от пыли, щеточкой и наносим тонким слоем. хорошенько обрабатываем места вдоль подошвы и сверху. Так же самым даем обуви просохнуть немножко, впитать средство всего. Видим, что практически не остается, но если будут излишечки, берем обычную мочалочку и так вот, для какого-то подошвы, мы можем промокнуть. Ну, после того, как оно впитается. Вот таким вот образом. Даем высохнуть и посмотрим, что получается. Так, друзья, теперь посмотрим, как обрабатывается обувь из гладкой кожи. Друзья, зимний ботинок, сейчас зима на улице, то есть лужи, грязь, особенно в нашей стране это соль. А соль, как мы знаем, разъедает кожу, это бич всей обуви. Для того, чтобы этого не было, нужно регулярно следить, обрабатывать глянцевую кожу, тем более городскую, где нет рантов, нет защиты от влаги, от соли. Пятка прорывается часто бывает. Для этого, чтобы обработать, мы возьмем бесцветное средство. Никвакс. Средство с губкой для обработки гладкой кожи. Бесцветное. Либо можно коричневое, но мы возьмем бесцветное. Разницы никакой. Такая вот губочка есть, нам есть клапанок. Если не на него надушить, он вскрывается. Мы вскрыли клапанок. Для того, чтобы обработать нашу обувь, мы берем, хорошенько взбалтываем, нажимаем на губку, чтобы средство выделилось. Выдушили немножко средства и наносим вот таким вот образом на нашу обувь. Как я говорил, места, где подошва переходит в кожу, точнее соединение, хорошенько заполняем этим средством. Вот туда так, хорошенько видим. И растираем. Между замочками. Вот таким вот образом. Оренища можно не обрабатывать, потому что там брюками, либо штанами вытирается. Вот так вот. Дадим постоять какое-то время этой обуви. А излишки, там так же самое, либо губочкой, либо салфеткой какой-нибудь. То, что хорошо впитывает. Либо щеткой. Можем убрать. И дадим высохнуть. Так, друзья, наша обувь высохла после обработки. Теперь мы можем попробовать их в действии. Сразу обращу внимание, важно, что после обработки светлый набук, он сухой полностью. После обработки светлый набук становится немножко темнее. Это допустимо производителям. То есть это нормальный процесс. Даже, скажем, индикатор, когда обувь станет после вашего похода опять становиться светлой, это означает, что средство вытерлось, смылось и нужно его заново обновить. Так, возьмем воду, ну и попробуем первый. Как мы видим, вода стекает с него пучьем, ни капли не задерживаясь. Набук не намокает, не впитывает в себя. Очень классно. Таким же образом. Тут мы видим, что самж более грубый, поэтому он немножко будет себе выбирать. Но это допустимо. И глянцевая кожа аналогичная. Вода скатывается с ним, не задерживаясь. Как мы видим, все работает, все прекрасно. А так, друзья, пробуйте, пишите нам, звоните, покупайте. Удачного вам отдыха и всего самого хорошего. Удачи! 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 Продолжение следует...